4 материк земли на котором проявилась 4 коренная раса человечество назывался атлантидой на смену витальному человечеству третьей расы пришло витально-ментальное человечество 4 раз и витально-ментальная с ментальность интеллект появлялись уже среди существ 4 коренной расы согласно тайной доктрине я цитирую приблизительно 1 миллион лет тому назад когда раз атлантов находилась во всем своем расцвете континент занимал большую большую часть атлантического океана северной своей окраиной атлантина простиралась на несколько градусов восточной исландии включаешь атландию ирландию север англии а южные до того места где находится сейчас рио-де-жанейро включая техас мексику мексиканская залива часть лабрадора экваториальные области включали бразилию все пространство океан до золотого берега теперешние азорские острова были недосягаемыми снежными вершинами наивысшей годной грядой атлантиды существовали также отдельные как бы оторван от атлантиды части виде островов различной формы превратившиеся впоследствии в континенты европы америки африки и вот отметим что смена коренных рас всегда происходит постепенно представители пришествующей расы всегда заходят на новую раз то есть как соседствует вместе какой-то период а новые раз а за раз начинает зарождастся мне так старый раз только со временем они исчезают представитель пришествующей раса концу сложившиеся коренной расы появляется представитель следующий вот сегодня у нас появляются представитель шестой раз и скрытые да те кто сознательно идет по пути эволюции у нас есть и четвертая раса нас есть и 5 представитель раз и шестой там и третьего одет какие-то людоеды еще или напротив травоядные есть ничего не соображают радуется консервным банком есть и такие то зерба 4 раз и сегодня тут могут соседствовать да на земле согласно тайной доктрине во времена атлантида существовали коричневые красные белые черные атланты гиганты и карлики то есть было большое разнообразие самых разных существ что можешь сосвидетельствовать о совместном сосуществовании представители нескольких человеческих раз и по цвету кожи и по размерам то есть все было то есть интересное было время к счастью мы не помним о нем ничего да потому что эта атмосфера там была и не очень радужная так вот в россии атлантов сформировался развился интеллект язык близкий современному однако получили широкое развитие магии оккультные науки магия оккультизм там буквально буквально процветали все самое низкое в человечестве появилась именно в это время злобные колдуны маги сейчас раз в конце концов превратилась в раз он злобных колдунов и магов то есть они верховодили какова же была планетарная энергетика в период существования 4 коренной расы от ее особенности в значительной степени зависело психофизическое состояние 4 человечества вот период существования 4 коренной рас это период максимального падения человечества в материальность максимального нисходящая дуга эволюции закончилась ток восходящей эволюционной энергии иссяк инопланете сварил своеобразный энергетический штиль в результате кокон человеческого существа был полностью изолирован от связи с высшими пространственными энергиями 4 человечество большинство которого составляли отъявленные эгоисты было целиком предоставлено самому себе закон свободы воли никто не отменял их просвещений духовных божественных и прочих не было энергии были замкнуты в контуре тела ходили по кругу до утрачен был обид и вибрационный иммунитет в самом низу количество лица не ваших душ стала конечным то есть по сути как только достигла и достиг эволюционный процесс нижней точки до количества эволюционирующих душ все закрылась сколько их там миллиардов то есть на восходящей дуги эволюции уже это количество вот максим до которая состоялась на максимуме погружения материальность она будет эволюционерность плане эволюции духовной или психического существа ясно все больше новых поступлений не будет не было уже на нисходящей дуги эволюции они еще пребывали пребывали животного мира те души да вот потому и сейчас есть неравномерное развитие много чисто животных существ не развитыми душами требуйте от них выше проявления глупо они будут пусть бессознательно свою функцию какой-то выполнять в эволюционном процессе поддерживать напряженность в эволюционном поле что они и делают не дают нам уснуть спокойно да а потому должны быть терпимы к людям которые в силу объективных причин не могут сегодня сознательно эволюционировать вот так вот некое подобие мира атлантов на этой модели что ли мира атлантов у его слабая отголоска это римской империи времен императора нейрона почитайте это вот ну наверное модель маленький вот остаток этого атлантического царства в период стремительной духовной деградации человека разумного в полной мере начал работать обязательный принцип кармического воздаяния то есть люди начали или появилась кармическая ответственность людей индивидуальная групповая за совершенные поступки как только появился ум все кармический закон начинает работать ведь и раз он не работал все работать они там не знаю что творят не ведали а вот тут уже ведают кармический закон начал работать 4 коренной расе то есть начинается кармическая ответственность животный человек предшествующих раз даже десмотря на убийство и поедание себя подобных сказать за это кармической ответственности не имел это было бы условно жизненными условиями потребностями реальными старном человечестве в обществе он не работал на тот момент полная кармическая ответственность появилась лишь тогда когда в человеке стал достаточно развитым когда человек стал достаточно развитым ментальном плане имел право свободного выбор то есть был волен поступать каждой конкретной ситуации либо в угоду своему эго и во вред другим или согласно неких все-таки духовных основ вот тогда появился кармическое воздаяние закон постоянный попирание человек конвенционных принципов вызвал необходимость его обучение через посредством закона кармы кармический закон в четвертом земном человечестве начал работать эти ответственность появилась кармический закон начал работать то есть нужна была педагогика наша истинная сущность достаточно созревшие к тому времени на этот кармический закон включила до сих пор он работает до исправно работать нашей жизни видите как вот постепенно происходил очень интересно укладывается в общую человеческую логику на каком этапе когда это включалось что на делу то и получила смысл хорошо не осмыслил навязал новые кармические узлы которые рано или поздно придется раз ввязывать или распутывать все очень справедливо а потому со времен атлантиды по сей день человечестве исправно работает обучающий механизм кармического воздаяния который призван пробудить наше сознание наш интеллект что в конце концов мы могли задать себе главный вопрос кто мы что мы почему мы здесь хочу все это вот происходит почему мы живем вообще кармический педагог постоянно постоянно пытается нас подвести к именно потому что мы задали вопрос конечном счете все времена в помощь атлантом приходили на землю люди имеющие мощный магнит светс их называли сынами света это опять я цитирую баловатство но лишь немногих они могли обратить свою веру их противники цены тьмы они имели неизмеримо большее число поклонников и последователей то есть там приходили некие водители человечества сыны света и сыны тьмы носа на тьме они воспринимались лучше в общем то это больше соответствовало сознанием этой существа этой четвертой раз а потому атлантическая цивилизация была обречена на погибель сыны тьмы обладали изощренным интеллектом обладали могучей оккультной силой творили видимые чудеса зримые реальные чудеса до что пленила сознание толпы который падка до всего такого сегодня тоже потомки в общем-то атлантов мало изменившиеся с оккультным шлейфом они тоже пытаются в этом находить прелести считать что это и сегодня должно процветать что это и есть эволюционный процесс а единичные цены света их немногие последователи в те далекие мрачные времена несли на себе всю тяжесть эволюционного времени вот эти цены света они стремились как так то не реализовать сынов света и все но в тьмы как можно дольше держать эволюционный процесс динамическом равновесии чтобы он не схлопнулся попытки эти были широкое распространение содержите атлантида получила сексуальные религии культ секса требует от своих жертв естественно не напряженных духовных искания расторможенности полового инстинкта и оттуда вот пошли сегодняшние всякие техники или религии связаны с сексуальными всякими манипуляциями вот промо да на придуманном было жрицами жрецами этого культа много всяких таскать процессов до часть из них естественно делал из-под эгидой духовного совершенствования это плавно перекочевал и в наше время так что сегодня отрыжка атлантическая у нас достаточно ощутимая никакой сознательной эволюции речи быть среди людей застряли в оккультом мире речи быть не может времена атлантиды от нашей эволюционное прошлое она хранится это прошлое в глубинной памяти наш существ вот мы должны все-таки выучить наконец кармический урок и сдать экзамен на эволюционная зрелость в общем-то и все эти новоиспеченные маги колдуны и оккультисты экстрасенсы если не досуг задуматься над тем что они делают то мы должны понимать что это вот то что в конечном счете пришло к нам оттуда из тех далеких времен и сегодня это абсолютно недопустимо пагубно для душ которые соблазняются этим